18 июня 1637 года запорожцы вместе с донскими казаками взяли турецкую крепость и порт Азов. Основанный древними греками Азов входил в 10-11 веках в состав Тмутараканского княжества. Позже город принадлежал половцам, монголо-татарам, генуэзцам. Турки захватили его еще в 1475 году, возвели три ряда крепостных стен с башнями и превратили в базу для набегов на Украину и московское государство. Гарнизон крепости состоял из 2000 человек при 200 пушках. Здесь же располагался крупный небульничий рынок. Борьба за Азов стала примером военного сотрудничества запорожских и донских казаков. Их совместная оборона города до 1642 года вошла в историю под названием «Азовское сидение». Запорожцы участвовали и в других походах на Азов. Город еще неоднократно переходил из рук в руки и окончательно отошел России в 1739 году. 18 июня 1668 года запорожские казаки убили Ивана Брюховецкого, избранного гетманом ровно за пять лет до этого. Это произошло в ходе антимосковского восстания. Оно вспыхнуло после Андрусовского перемирия, заключенного царем с речью Посполитой без учета мнения запорожцев. Перемирие поделило Украину на две части. Левобережье отходило московскому государству, правобережье, кроме Киева, Польша, а Запорожская сечь передавалась в их совместное управление. Это перемирие фактически узаконило раздел Украины. С началом восстания Гетман Брюховецкий перешел на сторону казаков, что, однако, не уберегло его от гибели из-за предыдущей промосковской политики и нежелания отречься от гетманской булавы в пользу Петра Дорошенко. 18 июня 1959 года из заводских ворот вышел первый автомобиль ЗАЗ-965. Вскоре на выставке в Москве машина получила высокую оценку и в следующем году началось ее серийное производство. Запорожец стал героем анекдотов, получил прозвище «Горбатый» из-за внешнего вида и «Танк» из-за расположенного сзади мотора. Однако из-за своей цены автомобиль пользовался большой популярностью и за ним всегда были очереди. Автолюбители прощали микролитражки любые недостатки. Шумный и маломощный мотор, маленький багажник, тесный салон. С другой стороны, автомобиль был экономичен, прочен и обладал хорошей проходимостью. Лобовой удар для запорожцев был не так страшен, как для других моделей.